Добрый день! Приветствую всех на вебинаре «Коммерческое предложение 3CX». Меня зовут Татьяна Мелушкана. Я являюсь менеджером по работе с партнерами в 3CX. Я работаю с партнерами из стран России, СНГ, Скандинавии, Украины и Грузии. Итак, начнем наш вебинар. Цель нашего вебинара сегодня – показать вам, как создать коммерческое предложение и правильно сформулировать цену, а также какую информацию необходимо получить от клиента, чтобы включить все необходимые составляющие. Четыре ключевых момента помогут вам составить корректно предложение для клиента. Прежде всего, узнайте, что для клиента является самым важным в использовании телефоней и что он хотел бы улучшить. Оцените их текущую ситуацию и определите, готовы ли они к OIP. Сформулируйте ваше предложение, основываясь на полученную информацию о потребностях, текущей ситуации и пожеланиях клиента. И предложите решение, которое удовлетворит клиента в полной мере. Давайте подробнее рассмотрим эти ключевые моменты. Итак, первое, что вам нужно сделать, это оценить текущую ситуацию клиента. Вы можете сделать это, задав несколько вопросов, которые помогут вам понять их мотивацию к покупке. Сначала выясните, зачем им новая телефонная система. Ведь телефонные системы – это значительные инвестиции. Большинство компаний не будут спешить с покупкой новой системы без веских причин для этого. Причины покупки новой системы могут быть следующими. Например, переезд в новый офис. Или требуется обновление или продление существующего решения, но оно слишком дорогое. Их текущее решение устарело. Или они хотят использовать мобильность и гибкость. Может быть, что-то им не нравится в нынешней системе. Например, функции, удобство использования. В любом случае, вы не узнаете, пока не спросите. Затем узнайте, кто их текущий поставщик и сколько они в настоящее время платят. Это поможет вам сравнить ваши решения с ценами конкурентов. Например, заказчик, переходящий из ЦИСКа из-за слишком высокой стоимости, будет иметь совсем другой бюджет, чем заказчик, который жалуется, что ЕСТАР слишком дорогой. Помимо того, чтобы выяснить, почему они собираются купить новую систему, выясните, какие потребности наиболее важны для них. Спросите, как сотрудники на самом деле используют систему и какие инструменты они считают полезными. Спросите мнение у офисного администратора, у секретаря, поскольку он взаимодействует с большим количеством функций, чем большинство сотрудников. Узнайте об их бизнесе, поинтересуйтесь, чем они занимаются, их целями на следующий год. Если они планируют расширяться, об этом полезно знать заранее, чтобы вы могли заранее разработать систему, масштабируемую и с минимальными усилиями. Используйте эту информацию, чтобы рассказать о функциях 3CX, которые помогут еще больше сэкономить им средств и увеличить эффективность. Например, ваш клиент – это компания с небольшим контакт-центром, которая хочет использовать нашу функцию в панели колл-центра. Расскажите им, что есть возможность использовать такие функции, как управление записью разговоров, вклинивание, подсказки, прослушивание текущего разговора, которые помогут им при обучении новых сотрудников. Точно так же у вас может быть клиент, который использует офис для управления своей телефонной книгой, но при этом обрабатывает звонки вручную. Расскажите им о нашей интеграции с офис 365. Наконец, узнайте у них о сроках, когда им необходимо установить 3CX или, например, дата открытия нового офиса. Когда дело доходит до понимания мотивации покупателей, очень важно заранее задать правильные вопросы. Чем больше информации вы сможете собрать на этом этапе, тем лучше. Это поможет вам определить функции, от которых они выиграют больше всего, скорректировать цены, чтобы приблизиться к их ожиданиям и понять, с чем вам придется конкурировать, с кем. С их действующим поставщиком или с другими поставщиками в тендере, если речь идет о тендере. После выяснения причин, по которым заказчик хочет перейти на новую систему, вам нужно спросить, каковы его ожидания от нее. Узнайте, какие функции или возможности должны быть обязательно, без которых он просто не может функционировать. А затем выясните, что еще они хотели бы иметь в плане функционала. При построении предложения цель состоит в том, чтобы учесть все, что необходимо клиенту, а затем представить дополнительные функции, которые будут полезны в работе и помогут увеличить эффективность. Узнайте у клиента следующую информацию. Планируют ли они подключать удаленных или мобильных пользователей? Планируют ли они подключать филиалы? Вообще, есть ли у них филиалы? Хотят ли они высококлассные бизнес-функции, такие как автосекретарь, очереди вызовов, запись разговора? Хотят ли улучшить обслуживание клиентов с помощью интеграции с ЦРМ? И как сотрудники на самом деле используют систему ежедневно? Узнайте, что для клиента самое важное. Аудит текущей системы, текущей инфраструктуры включает в себя следующие моменты. Существующие аналоговые линии. Есть ли у них существующие аналоговые линии, которые они хотят сохранить? Если заказчик имеет аналоговые линии и желает их сохранить, то потребуется его IP-шлюз. Мы рекомендуем, чтобы при наличии хорошего подключения к интернету вы пытались перевести клиента на сертифицированные сип-транки, либо сип-транк-провайдеров, которые им и вам удобно будет использовать. Следующий момент. Есть ли у них существующие сип-транки, которые они хотят сохранить? Сколько у них входящей линии? Нужно ли им добавить больше? IP-телефоны. Узнайте, сколько расширений они используют в настоящее время, то есть сколько пользователей у них есть. Нужно ли им больше? Хотят ли они повторно использовать старые телефоны? Если да, то какие? И возможно ли это? Конечно, проще сказать клиенту, что он может использовать свои старые телефоны, но имейте в виду, что старые устаревшие модели будут сложнее настроить. Они будут иметь потенциальные проблемы с безопасностью и никогда не будут иметь такого же удобства использования, как современные телефоны. Объясните клиенту, что старые устаревшие телефоны удовлетворяют только тех пользователей, кто минимально их использует. И если у клиента менее 20 телефонов, то не стоит оставлять старые аппараты, проще сменить их на новые. Выясните, нужны ли им телефоны вообще для конференц-залов, потому что это отдельные модели. Узнайте, потребуется ли клиенту интеграция с CRM. С его помощью клиент может обеспечить более качественное обслуживание клиентов, своих клиентов. Если клиент хочет интеграцию с CRM, проверьте, какую CRM-систему он использует и поддерживается ли эта система в данный момент РИЦИИКС. Если нет, то в этом случае существует возможность дополнительного заработка для вас на разработке интеграции для клиента или ее установки. Смартфоны и гарнитуры. Выясните, будут ли удаленные пользователи, будут ли использовать 4G, каким пользователям требуются служебные телефоны, какие модели смартфонов они используют. Расскажите им про наши аппликации для iOS и Android и возможность работать удаленно. Узнайте, нужны ли пользователям гарнитуры, потому что это хорошая возможность дополнительной продажи для вас. Уточните, есть ли у них филиалы, где они находятся, сколько там пользователей, какие функции там будут необходимы. Функционал контакта колл-центра. Уточните, требуется ли клиенту функционал колл-центра. Возможность ставить вызовы в очередь, направлять их к агентам. Отчетность, которая предлагается функцией колл-центра, позволит клиенту отслеживать производительность агента, обслуживание клиентов. Расскажите клиенту о возможности использовать наш виджет LiveChat для сайта, используя который клиенты могут общаться с поставщиком услуг, используя текстовые сообщения или, говоря простым языком, общаться посредством чата. Также, благодаря интеграции с Facebook, клиент может общаться в чате с компанией через эту социальную сеть. Также, как очереди вызовов, вы можете создать очереди чата. Следующее. Облако или локально. Уточните, будут ли они более склонны размещаться в облаке или на сервере. Ну, локально. Если клиенту необходимо размещение в облаке, то уточните, в каком облаке они планируют размещаться. В своем или частном управляемом IT-администратором. Это может стать уникальным аргументом в пользу дополнительной продажи своих услуг. Потому что многие наши партнеры предлагают свой хостинг, являются хостинг-провайдерами. Если локально, как виртуальная машина на существующем сервере или на устройстве мини-PC Raspberry Pi, Linux или Windows. Проведение обзора или аудита текущей сети и офисной среды является неотъемлемой частью предложения новой телефонной системы и предоставления точной стоимости. Основные вопросы, на которые вам нужно будет обратить внимание во время аудита, являются следующими. У них аналоговая система или она основана на IP? Готова ли сеть к VIP, хотя бы для LAN? Есть ли у них переключатели по E? Есть ли у них межсетевой экран с поддержкой VIP? Можно ли получить к нему доступ для создания правил переадресации портов? Сможете ли вы отключить C-Pile GAM? Имеет ли заказчик достаточную скорость интернета для поддержки удаленных пользователей, филиалов или поставщиков услуг в IP? Есть ли у них существующий сервер с достаточной мощностью, чтобы добавить дополнительную виртуальную машину? Если у них его еще нет? Есть ли в серверной стойке место для другого сервера? Теперь, когда вы понимаете потребности и ожидания ваших клиентов от системы, вы можете составить предложение. Окончательная стоимость предложения будет состоять из четырех ключевых моментов. Лицензия 30x, ваш сервер или стоимость хостинга, ваш септранк и стоимость оборудования. Для начала определите, какую лицензию им надо. Стоимость 30x основана на количестве одновременных вызовов. Поэтому вам нужно знать, сколько звонков потребуется клиенту при максимальном использовании, чтобы вы могли указать подходящую лицензию 30x. Одновременные вызовы включают внутренние и внешние вызовы. Как правило, вы можете использовать следующую формулу. Количество пользователей делим на три. Следующее. Теперь вам нужно будет определить соответствующую редакцию 30x. 30x доступен в трех разных редакциях. Стандартный включает большинство необходимых функций АТС. Pro добавляет очереди вызовов, интеграцию с CRM, отчеты, запись разговоров и другие функции повышения производительности. Enterprise добавляет функции колл-центра, корпоративный брендинг, то есть можно разместить логотип на IP-телефона, отказоустойчивый кластер, детальный административный контроль. После выяснения добавьте в стоимость любого приобретаемого комплекта ваши СИП-каналы и хостинг. 30x не предлагает их, поэтому вам нужно будет выбрать самому и связаться с провайдерами напрямую, чтобы найти лучшие предложения. Мы делаем это для того, чтобы быть более эластичными для своих клиентов и дать вам возможность дополнительного заработка. Это отличает нас от многих конкурентов, которые взимают чрезмерную плату за универсальные комплекты предложений. В соответствии с потребностями, пожеланиями, предложите IP-телефоны. Мы сотрудничаем с ведущими брендами, включая Snowm, Yelling, Funville, Grandstream, поэтому у нас есть большой выбор на любой бюджет с возможностями Plug & Play. После того, как вы составите основу для своего предложения, вы можете рассмотреть дополнительные услуги, которые вы можете предложить для увеличения своего дохода. Включили ли вы обучение в свое предложение? Обучение – это достаточно крупная затрата времени для установки каждого клиента. Очень важно обеспечить эффективное использование системы. Если вы установите новую телефонную систему и предоставите клиенту самому разбираться с ней, скорее всего, он не будет так доволен, потому что не знает всех функций. Обучение системного администратора не менее важно. Найдите время, чтобы посидеть с этим человеком, ведь он будет отвечать за настройку расширений пользователей и технические действия. Обучите его, чтобы не приходилось так часто звонить вам, когда будет необходимо сделать изменения. То же самое с офисным администратором. Они будут, или с секретарями, да, они будут иметь дело с большим количеством функций системы, чем средний сотрудник. Так же, как обучение системных администраторов, это даст им инструменты, чтобы быть уверенными в использовании новой телефонной системы. Следующее. Включили ли вы соглашение о технической поддержке? Соглашение о техподдержке – это ключевая часть постоянного дохода, которую вы не должны упускать из виду. Вы можете предложить экстренную поддержку, техподдержку 24 на 7, или определенное количество часов обслуживания в месяц. Вы должны установить новую или удалить старую систему. Учли ли вы необходимое время для этого? На распаковку и сборку каждого телефона требуется примерно 1 минута. Если вашему клиенту требуется 60 новых телефонов, это дополнительный час оплачиваемого времени, плюс удаление старой системы. Следующий момент. Можете ли вы предоставить интеграцию с CRM и разработку голосовых приложений Cold Flow Designer? CRM позволит увеличить эффективность и качество обслуживания клиентов. Потоки вызовов важны для большинства предприятий, так как они отображают, как должен обрабатываться вызов с момента поступления звонка в телефонную систему до момента, когда вызывающий абонент повесит трубку. Хорошо спланированный поток вызовов имеет решающее значение для хорошего обслуживания клиентов. Обладая навыками программирования, вы легко сможете настроить сложные маршруты обработки вызова с помощью Cold Flow Designer. У нас есть много материала в интернете, на домашней страничке по работе с Cold Flow Designer. Это может стать вашим дополнительным заработком, потому что в работе с Cold Flow Designer все ограничивается только вашей фантазией, фантазией клиента и вашими навыками программирования. Следующий вариант – предложите телефонные аппараты в аренду. Это хороший вариант для закрытия продажи. Клиентам не нужно покупать телефоны напрямую, они могут арендовать их у вас. Вместо того, чтобы платить тысячи за один первоначальный платеж, вы можете предложить им легкость низких ежемесячных платежей. Так что ваше предложение таким образом может стать более доступным для клиентов и даст больший доход вам. Начните с небольшого представления вашей компании и ее ценности. Например, как бы я сказала про 3CX. Мы основали 3CX в 2005 году с целью сделать коммуникационные решения корпоративного уровня, доступными для среднего рынка. За эти 15 лет мы прошли очень долгий путь. В настоящее время 3CX – это международная организация, чьи услуги клиенты используют во всем мире. 250 тысяч установок в 190 странах и офисы в 12 из них. Таким же образом презентуйте свою компанию. После этого расскажите, что отличает вас от ваших конкурентов. Помните, что в тендере может участвовать более одной компании. Например, наша компания гарантирует вам то-то и то-то. Или, в отличие от других системных интеграторов на рынке, мы разработали или создали вот то-то и то-то. Единственные на рынке, которые делают определенную услугу. Затем сделайте краткий обзор 3CX. У нас есть контент, доступный в вашем партнерском портале в наборе маркетинговых инструментов, которые вы можете использовать. Затем объясните, почему 3CX – это решение, которое вы предлагаете, исходя из конкретных потребностей и требований клиентов. Но здесь будьте краткими. После этого обрисуйте особенности системы, покажите им, что именно будет включать их в систему и как вы планируете ее проектировать. Выделите функции, которые им важно иметь, и все уникальные функции, которые вы добавили. Если есть возможность включить дополнительные уникальные функции за дополнительную плату, обязательно расскажите об этой возможности. Наконец, разбейте стоимость на составные части, говорите следующие шаги и сроки установки. Предложение сделано, и заказчик согласился на работу. Теперь самое время действительно выполнить эту работу. Подготовка – ключ к развертыванию. Перед развертыванием у заказчика установите 3CX у себя и знакомьтесь с ним. Мы предлагаем вам NFR-ключи. Используя NFR-ключи, вы лучше всего узнаете 3CX, потому что мы предлагаем два NFR-ключа. Один – редакция Enterprise, второй – редакция Pro. Следующее – пройдите обучающие курсы 3CX и получите все три сертификата. Это поможет вам быть более профессиональными. Подготовьтесь к установке 3CX ключевой информации, которая вам понадобится во время установки. Наличие ноу-хау и информации является ключом к тому, чтобы выглядеть профессионально и выполнять свою работу качественно. Развертывание за пределами площадки и пробный запуск перед основным – это лучший способ сократить время простоя вашего клиента. Вы можете настроить большинство вещей перед тем, как отправиться в его офис. Вы можете заранее настроить большинство функций в собственном офисе. И, сделав это, вы сможете явиться в офис своего клиента и потратить совсем немного времени на фактическое развертывание. Это ограничит время, в течение которого они не работают, и поможет вам выглядеть более эффективно и профессионально. Последующая встреча. Фоллоуап клиента после установки является ключом к обеспечению удовлетворенности. Назначите встречу через 1-2 недели после завершения установки. Цель этой встречи – убедиться, что все работает так, как должно, и что все сотрудники чувствуют себя комфортно с новой системой. Что еще более важно, это гарантирует удовлетворенность клиента, что послужит вам улучшить свою репутацию и станет хорошим ориентиром для ваших будущих работ. На этом я завершаю свой сегодняшний вебинар. С моей стороны это все. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы смело можете ко мне обратиться в электронной почте. Моя электронная почта tm.at3cx.com Продолжение следует...